Здравствуйте! Тема нашего урока – циркуляция атмосферы и ее влияние на климат Кыргызстана. Сегодня на уроке мы познакомимся с атмосферными процессами, протекающими на территории Кыргызстана, узнаем о типах воздушных масс, циркуляции атмосферы, характеристики элементов климата и методах изучения погоды и климата. Но вначале давайте вспомним, что включает в себя процесс атмосферной циркуляции. Атмосферная циркуляция является одним из основных факторов формирования климата. Циркуляция атмосферы – это совокупность воздушных течений над земной поверхностью. Воздушные течения по своим масштабам изменяются от десятков и сотен метров, создавая локальные ветра. Каковы основные понятия этих процессов и явлений? Воздушные массы – это крупные массы воздуха тропосферы и нижней части стратосферы, которые формируются над определенной территорией суши или океана и обладают относительно однородными свойствами – температурой, влажностью, прозрачностью. Воздушные массы занимают площадь в тысячи квадратных километров. Их мощность, толщина, достигают до 25 километров, приводя к формированию в тропосфере циклонов, антициклонов, мусонов и пассатов. Теплой или холодной называют воздушную массу, которая теплее или, соответственно, холоднее окружающей ее среды. Важно помнить, что при перемещении воздушных масс на той или иной территории они способны постепенно изменять свои свойства под влиянием подстилающей поверхности. Этот процесс называется трансформацией. На территории Кыргызстана в слое тропосферы от 3 до 12 километров преобладают континентальные умеренные воздушные массы, поскольку в умеренных широтах, где расположена большая часть нашей страны, господствует западный перенос воздушных масс. Атлантический океан оказывает на климат значительно большее влияние по сравнению с другими океанами. Воздушные массы находятся в постоянном движении. При их встрече образуются переходные зоны или фронты. Ширина атмосферного фронта достигает десятков километров. В полосе фронта при соприкосновении двух различных по свойствам воздушных масс происходит достаточно быстрое изменение давления, а также температуры и влажности. Поэтому прохождение атмосферного фронта сопровождается ветрами, облачностью, выпадением осадков, то есть сменой погоды. При перемещении теплых воздушных масс в сторону холодных образуется теплый атмосферный фронт. При вторжении теплого воздуха он, как более легкий, поднимается над холодным. При подъеме он охлаждается, поэтому содержащаяся в нем влага конденсируется, что и влияет на выпадение осадков. Погода изменяется таким образом. Наступает потепление, идут затяжные дожди. При перемещении холодных воздушных масс в сторону теплых формируется холодный атмосферный фронт. При вторжении холодного воздуха он, как более тяжелый, подтекает под теплый, выталкивая его вверх. Теплый воздух быстро охлаждается и приносит обильные кратковременные ливневые осадки, часто со шквалистыми ветрами, грозами и похолоданием. После чего быстро проясняется и наступает ясная прохладная погода. При циркуляции воздушных масс возникают крупные атмосферные вихри, циклоны и антициклоны. Они представляют собой плоские вихри воздуха, охватывающие тысячи квадратных километров при высоте всего 15-20 километров. На синаптических и климатических картах циклоны и антициклоны обозначают замкнутыми концентрическими изобарами, линиями равного давления. Циклон – атмосферный вихрь с пониженным давлением воздуха в центре, системой ветров от периферии к центру против часовой стрелки. Циклоны имеют весьма внушительные размеры – до 3000 километров поперечники и перемещаются со скоростью около 30 километров в час. В центре циклона наблюдаются восходящие потоки воздуха. В результате формируются мощные облака и выпадают атмосферные осадки. Антициклон – атмосферный вихрь с областью повышенного давления у земной поверхности, системой ветров от центра к периферии по часовой стрелке. В антициклоне наблюдаются нисходящие потоки воздуха. Как зимой, так и летом для антициклона характерно безоблачное небо и безветрие. Воздушные массы умеренного пояса отделяют от тропических воздушных масс иранская ветвь полярного фронта, перемещающегося то в южном, то в северном направлении. В зимний период полярный фронт располагается на юге, на 30 градусах северной широты, вне пределов территории Кыргызстана. На территории Кыргызстана в это время располагается южный край западной ветви азиатского антициклона – ось Ваейкова, и преобладает ясная морозная погода. Ось Ваейкова – осевая часть или гребень полосы высокого атмосферного давления, простирающаяся через Евразию приблизительно вдоль 50-й параллели. Названа она в честь климатолога Александра Ваейкова, исследовавшего это явление. Сам же он называл ее «большой осью материка». Формирование оси Ваейкова связано с континентальностью климата во внутренних районах Евразии. Весной иранская ветвь полярного фронта постепенно перемещается в северном направлении, что приводит к весеннему увеличению атмосферных осадков. В летний период в результате повышения температуры воздуха фронт начинает терять свою силу. В результате исчезновения различия в температурах воздушных масс по обеим сторонам фронта прекращается образование атмосферных осадков. Осенью этот фронт начинает перемещаться обратно, на юг. Во время обратного прохождения полярного фронта над территорией Кыргызстана вновь усиливаются циклонические процессы и увеличивается количество осадков. Перемещение полярного фронта дальше на юг обуславливает установление зимнего режима погоды на территории Кыргызстана. Ранней весной и поздней осенью возможны вторжения арктического воздуха на территорию и, как следствие, это заморозки. Ввиду того, что мощность воздушной массы холодного фронта незначительна, препятствием на его пути становятся даже не очень высокие горы, поэтому на защищенных горами территории холодный воздух проникает очень редко. Климатообразующий элемент атмосферное давление также на территории Кыргызстана имеет свои особенности. На каждый квадратный сантиметр поверхности Земли воздух оказывает давление в 1,33 килограмма. Человек не ощущает атмосферного давления, так как оно уравновешивается его внутренним давлением. Величина атмосферного давления на территории республики по сравнению с уровнем моря значительно ниже. Причина этого кроется в значительном высотном положении территории Кыргызстана. При повышении высоты на каждый километр давление падает на 100 миллиметров. По мере возрастания высоты местности уменьшается и годовое колебание давления. Ребята, вам уже известно, что на территории Кыргызстана ветровой режим очень сложен и зависит от характера рельефа. Преобладающее направление ветров зависит от простирания долин. Суточный режим ветров от местной горно-долинной циркуляции. В первую очередь ветры классифицируют по их силе, продолжительности и направлению. В отдельных районах Кыргызстана в связи с переваливанием воздушных масс наружных хребтов возникают теплые и сухие ветры типа фен. Под их влиянием отсутствуют атмосферные осадки и внутренние долины становятся засушливыми. А сейчас я расскажу вам одну из легенд кыргызского народа. Это случилось еще тогда, когда кыргызы жили одним племенем у высоких снежных гор. И была в этом племени юная прекрасная девушка Чулпон с глазами синее и чище высокого неба и ярче звезд, сверкающих на нем. Полюбили Чулпон два джигита – Улан и Сантаж. Сильные, смелые. Не знала она, кому из них отдать предпочтение. И начали джигиты между собой борьбу. Но не могут они победить один другого. Тогда вступили в борьбу и родственники Батыров. И полилась кровь рекой. Не знает Чулпон, что ей делать. Не может она обидеть Батыров. Тогда она вырвала свое сердце из груди, чтобы оно никому не досталось. И упала замертво. Долго плакал народ по любимой дочери своей. Ручьями лились горячие слезы. Затопили они долину между горами. Образовалось горячее озеро Иссыкуль. Прекратили Батыры борьбу. Но племя распалось на два племени – Кюнгей и Тирскей. Поселились они на северном и южном берегу озера. А место, где погибла девушка, назвали Чулпон-Ата. Но Батыры до сих пор не могут забыть прекрасную Чулпон. Как только встретятся они, так и налетают вихрем друг на друга. Гудят, ревут и стонут. Шторм ужасный разыгрывается на озере. Ветры Батыры, Улан и Сантаж, не могут остановить вековечный раздор. Как наберутся сил, то с запада и востока снова и снова вступают в схватку. Эта легенда, ребята, рассказывает о двух ветрах типа фен, преобладающих в Иссыкульской котловине. В отдельных случаях эти ветры превращаются в сильные штормовые. Это возникает тогда, когда в Иссыкульскую котловину с запада или с востока вторгаются холодные воздушные массы. Причина возрастания скоростей ветра и превращения их в штормовые бури заключается в том, что холодный воздух, переваливая горы через седловины, спускается вниз, как бурный водный поток. А теплый воздух над водой быстро поднимается вверх и вытесняющий его поток холодного воздуха дует с возрастающей силой. Процесс истекания холодного воздуха со склонов гор вниз в котловины, замещение их воздушными массами атмосферы, приводит к прогреванию опускающегося воздуха. В результате в котловинах Кыргызстана образуется температурная инверсия. Вместо обычного понижения температуры с высотой происходит увеличение температуры в некотором слое атмосферы. Во время инверсии температура воздуха повышается вверх от днища долины. Важную роль в этом процессе играют рельеф и горно-долинные ветра. Высокогорную Оксайскую долину можно назвать полюсом холода, но здесь, на метеорологической станции Оксай, расположенной на дне долины, средняя многолетняя температура января за счет температурной инверсии составляет 28 градусов Цельсия. Самые высокие температуры наблюдаются в Чуйской и Ферганской долинах. Их значение доходит до плюс 44 градусов Цельсия. При сравнении абсолютных годовых температур в городах Бишкек, Ош и Нарын, самые высокие показатели в городе Бишкек, самые низкие в городе Нарын. По данным климатологов, средняя годовая амплитуда температур является показателем континентальности климата. Если провести анализ амплитуд температур по территории Кыргызстана, то по этому показателю резкоконтинентальный климат наблюдается в котловинах Тогус-Торо, Китмень-Тюбе и Оксайской долине. На большей части территории Кыргызстана умеренно континентальный климат. На побережье Сыкуля, вплоть до гребней, обрамляющих его гор, климат близок к климату морских побережей. Влажность воздуха – одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата. Относительная влажность территории Кыргызстана колеблется в пределах от 50 до 70%. Крайне неравномерно распределено по территории нашей страны количество выпадающих осадков. Решающими факторами при этом являются удаленность от моря, абсолютная высота, расположение горных хребтов и преобладающие ветра. Обратите внимание на количество атмосферных осадков, выпадающих на территории Кыргызстана. Если в одних районах годовое количество осадков составляет до 1500 мм, то в других всего до 100 мм в год. С чем это связано? Полагаю, что каждый из вас связал этот факт с сезонностью и высотной поясностью. В целом, на территории Кыргызстана, в связи с более высоким расположением, по сравнению с окружающими равнинами, количество атмосферных осадков повышенное. Особенно много осадков на западных, юго-западных, северо-западных склонах, окраинных гор, расположенных на пути влажных воздушных масс, идущих с севера-запада. Годовая норма атмосферных осадков в одном и том же месте из года в год резко колеблется, так как повторяемость атмосферных процессов и их интенсивность также не бывает одинаковой. В восточной части Иссыкуля годовое количество осадков при средней норме 729 мм колеблется от 370 до 930 мм. Самые большие различия наблюдаются в Южном Кыргызстане. Продолжительность непрерывного выпадения осадков может быть от 2 до 12 часов. Чаще всего обильные осадки наблюдаются на юго-западных склонах Ферганского хребта. Годовое количество осадков превышает 1000 мм. Самое малое количество осадков наблюдается на западном побережье Иссыкуля. Самый мощный снежный покров наблюдается в высокогорной зоне Ферганского хребта, где его толщина достигает 150 см. Научное объяснение процессов, свойственных земному шару, дает нам наука метеорология. Она относится к геофизическим наукам. Климатология – это географическая наука о климате. Климатология тесно связана с метеорологией. Понимание закономерности климата возможно на основании тех общих закономерностей, которым подчинены атмосферные процессы. Поэтому при анализе причин возникновения различных типов климата и их распределения климатология исходит из понятий и законов метеорологии. Метеорология включает следующие разделы. Физическая, динамическая, синаптическая метеорология, климатология, аэрология. Одной из основных задач метеорологии является прогнозирование погоды. Оно складывается из трех этапов. Наблюдение за погодой и сбор информации, обработка результатов наблюдений, составление прогноза. Метеорологические наблюдения проводятся на поверхности Земли, наземные и значительной высоте, аэрологические. Самые верхние слои атмосферы и космическое пространство изучаются с помощью искусственных спутников Земли. Для получения более полной информации о метеорологических условиях на всей планете сразу создаются системы из нескольких метеорологических спутников, работающих синхронно. На оборудованных метеостанциях полученные данные обрабатываются и используются при составлении прогнозов погоды и наблюдении за изменениями климата планеты. Метеорологи используют различные научные методы. Собранные данные при постоянном наблюдении на метеостанциях передаются в метеоцентры, где их обрабатывают и переносят на карту. При использовании гидродинамического метода используют компьютерные технологии, которые упрощают работы метеорологов и позволяют давать точные прогнозы на сутки и более. Прогноз погоды – научно обоснованные предположения о будущем состоянии погоды. Различают прогнозы погоды краткосрочные и долгосрочные, прогнозы погоды общего пользования и специальные. Специальные выполняются в интересах отдельных отраслей, например, сельского хозяйства, авиации, транспорта. Составление прогноза погоды – чрезвычайно важная и серьезная задача. От его точности зависит работа оборудования во многих отраслях. Не менее важно точное предсказание погоды для метеозависимых людей, для которых любой каприз природы может обернуться серьезным ухудшением самочувствия. Оснащенные высокотехнологичным оборудованием метеостанции обеспечивают нас информацией. С чего начиналась погода в Кыргызстане? Государственные сети метеорологических станций возникли в XIX веке. До этого наблюдения производились в отдельных немногочисленных пунктах. Отставной генерал-майор Ярослав Иванович Корольков основал в городе Приживальске первую в горном крае метеоплощадку. Многолеткие данные, собранные Корольковым, позволили ему написать в разные годы несколько обобщающих работ. Метеорологическими данными Королькова пользовались все путешественники и экспедиции, проходившие в конце XIX века через Приживальск. Продолжателями дела Королькова были гидрологи, климатологи, среди которых Хромых, Акулич-Казарин, Давыдов. В непростых условиях развивалась метеослужба в Кыргызстане. Современные метеостанции обеспечиваются техническим оборудованием, позволяющими давать точные прогнозы погоды, оповещать о приближении чрезвычайных ситуаций. И это спасает чьи-то жизни. На сегодняшний день в Кыргызстане действует сеть метеостанций по гидрометеорологии при МЧС Республики. В труднодоступных или недоступных для жизни участках устанавливают автоматические станции, длительное время работающие без вмешательства человека. Теперь, ребята, выполним задание. Задание первое. Найдите соответствие трем географическим понятиям. А. Циклон. Б. Антициклон. В. Атмосферный фронт. Первое. Атмосферный вихрь с высоким давлением в центре. Второе. Атмосферный вихрь с низким давлением в центре. Третье. Они бывают теплые и холодные. Четвертое. Зона столкновения теплых и холодных воздушных масс. Пятое. Восходящие потоки воздуха в центре. Шестое. Нисходящие движения воздуха в центре. Седьмое. Движение от центра к периферии. И восьмое. Движение против часовой стрелки к центру. За это задание, ребята, вы сможете получить максимально 8 баллов. А теперь правильный ответ. К циклону относятся высказывания под номером 2, 5, 8. К антициклону 1, 6, 7. Атмосферный фронт 3 и 4. Задание второе. На схемах отражены два атмосферных процесса. Под какой цифрой изображена схема антициклона? Правильный ответ под цифрой 2. Задание третье. Синаптические карты являются основой для составления прогноза погоды. Что в них отмечают? Правильный ответ. В синаптических картах отмечают давление воздуха, атмосферный фронт, воздушные массы, циклоны и антициклоны, температуру воздуха, характер осадков. За это задание максимально вы можете получить 6 баллов. Задание четвертое. Ответьте на вопрос. В горах Кыргызстана наблюдается закономерная связь понижения температуры воздуха с высотой и увеличения количества осадков. Но есть высокогорные долины, на которых с высотой происходит увеличение температуры в некотором слое атмосферы. В результате чего это происходит? Правильный ответ. В результате температурной инверсии. Если сумма баллов за выполненные задания у вас близка к 17, то вы великолепно справились с заданием. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok